Пошли на рекорд. Алтайбаскет в этом сезоне самая молодая команда лиги. Только представьте, средний возраст 21,5 год. Пока, как говорят профессионалы, сыгрываются, притираются и ищут свою игру. Отсюда местами неуверенные действия на площадке. Вот и в матче с гостями из Уфы процент брака в передачах плюс множество потерь сыграли решающую роль. Эти матчи за Кубок страны клуб рассматривает в большей степени как репетицию перед чемпионатом. Команда совсем недавно провела два полноценных сбора. Как позже скажет генеральный директор Павел Туллин, из игроков был выжат максимум, о котором они даже не догадывались. Результаты таких тренировок болельщики смогут увидеть уже в самом сезоне. Именно тогда, по задумке тренерского штаба, Алтайбаскет должен будет выйти на пик физической формы. Дима, один, две, один, две, один. Дима, один играет. Давайте играть с командой. Возможно, ряды пополнятся новыми игроками. Правда, пока это в планах. Здесь, как в футбольном Динамо, ждут возвращения местных воспитанников. Цели на сезон уже определены. Молодой задорный коллектив постарается не отдать свое в домашних стенах и как можно больше баллов набрать в выездных встречах. Возвращаясь к выступлениям в Кубке, пока у Алтайбаскета в копилке побед-поражений равенства, барнольцы оказались сильнее Тобольского нефтехимика в плюс 6 очков и слабее у Фимца ровно на 18 баллов. Завтра ждет испытание еще одним серьезным соперником, магнитогорским Динамо, в заключении дублем Красноярского Енисея. Строительство новой команды продолжается. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.